Масштабные работы по реставрации зданий железнодорожного вокзала идут полным ходом. Объект культурного наследия регионального значения сейчас на особом контроле у правительства области. И это неудивительно. Лицо города должно привлекать, а не отталкивать гостей. Действительно необходим ряд подготовительных мероприятий, связанных с подготовкой штукатурного слоя, связанных с укреплением несущих конструкций, поскольку в ходе проведения работ было выявлено, что не все, к сожалению, нашло отражение в научно-проектной документации. И требует дополнительных изысканий, что в определенной мере удлинило срок проведения этих работ. В частности, подрядной организации пришлось потратить время на усиление простенков между панорамными окнами. Но теперь уже практически все остекление вокзала выполнено. Кроме того, дополнительные сложности при проведении строительно-монтажных работ заключаются в том, что вокзал открыт для пассажиров. Работа кипит не только в здании же для вокзала, но и за его пределами. На платформе номер один производят демонтаж старых конструкций. Платформу номер два, на которой мы сейчас находимся, планируется демонтировать. А вместо нее сделать новую, третью, чуть поодаль. А везти к ней будет переход прямо из здания железнодорожного вокзала. Дорога в подземный переход будет начинаться вот с этих ступеней. Раньше это было багажное отделение. Готовый переход, как и новую островную платформу, жители и гости города смогут увидеть уже в следующем году. Что еще планируем на следующий год? Начать ремонт внутри вокзала, в том числе откроем кассовый зал открытого типа. Это будет павильон прозрачный, стеклянный и как бы будет, ну, наверное, как в банках. Кроме того, на будущий год запланированы работы по техническому перевооружению помещений вокзала. Речь идет о модернизации систем кондиционирования, вентиляции, освещения, теплоснабжения. Ну и, конечно, самое главное, будет завершена реставрация фасада. Он будет выглядеть именно так. Все работы в настоящий момент ведутся в соответствии с согласованным проектом, который получил положительное заключение в государственной историко-культурной экспортизе. А в настоящий момент каких-либо нарушений, связанных с проведением работы по сохранению, полномочным органам не выявлено. То есть, по документам речь о том, что здание будет декорировано какими-либо цветными вставками, идти не может. Получается, что Владимиру Путину показали выбранный народом, а не согласованный в действительности проект. А значит, голосование было инициировано зря. Не может и не должен народ выбирать облик объекта культурного наследия. Если, конечно, руководство вокзала не направит на согласование дополнительные документы. Но на данный момент они в Комитет по охране объектов культурного наследия не поступали.